Махачкали Махачкал был задержан в июне 2019 года по подозрению в финансировании терроризма. В апреле 2020 года ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористической организации. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники, московский бизнесмен Кемал Тамбеев и юрист Абубакар Резванов собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Журналист настаивает на том, что он невиновен. Правозащитный центр «Мемориал» объявил Абдулмумина Гаджиева политическим заключенным, а Международная правозащитная организация Amnesty International – узником совести. Коллеги Гаджиева полагают, что уголовное преследование журналиста является давлением на издание «Черновик». В Стамбульском районе Авджилар местные жители нашли тело младенца близ мусорного контейнера. Первой находку обнаружила одна из жительниц микрорайона Гюмешпала. Женщина была шокирована увиденным. В пакете лежал завернутый в простыню мертвый новорожденный ребенок. Правоохранители, согласно камерам наблюдения, вышли на след матери. Горе-мать, 26-летняя жительница Стамбульского района Бешикташ по имени Гурбет, вскоре была задержана. Согласно судмедэкспертизе, младенец умер от переохлаждения. В связи с этим женщину ожидает суд по обвинению в убийстве. Турецкие СМИ сообщают, что на прошедшей неделе полицейские города Сивас также раскрыли подобные преступления. Была задержана мать двоих детей, 35-летняя женщина, которая оставила новорожденного посреди улицы. В университете Аль-Асхар не прекращаются бурные дебаты. Профессор исламской философии Амна Нусейр выступила в поддержку межконфессиональных браков между мужчинами-немусульманами и мусульманками. Нусейр аргументирует это тем, что в Коране на это нет прямого запрета. Главное, мужчина не должен мешать жене практиковать ее веру. Писание запрещает выходить замуж за идолопоклонников. В отношении христиан и иудеев строгого запрета нет. Профессор призвала исламских ученых пересмотреть вопрос подобных браков. После заявлений Нусейр последовали фетвы, запрещающие создание семьи с любыми немусульманами. Однако реформистка настаивает на своем. Некоторым женщинам приходится жить с сожителями немусульманами без заключения брака, так как религия запрещает такие браки. Мы должны обновить свое понимание религии, оно должно идти в ногу с переменами в жизни. За последние дни тысячи египтян стали участниками онлайн-дискуссий на эту тему. Так или иначе, официальная позиция Аль-Асхара остается четкой – мусульманкам не следует выходить замуж за иноверцев. Парламент Ирана проголосовал за проект по наращиванию добычи урана. Документ поддержали 248 депутатов из 290. Во вторник, 1 декабря, закон вступил в силу. Таким образом, страна постепенно отходит от соглашения с мировыми державами о прекращении ядерной деятельности, подписанного в 2015 году. Согласно документу, иранцы смогут производить и накапливать в год 120 килограммов урана, обогащенного до 20%. Также будут задействованы более продвинутые центрифуги. Кроме того, предполагается возвращение к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке мощностью 40 мегаватт и будет построен аналогичный для производства радиоизотопов в медицинских целях. Заседание парламента Ирана прошло на фоне сообщения об убийстве 27 ноября физикоядерщика Мансена Фахризаде, руководившего Центром исследований при Минобороне Ирана. В Тегеране считают, что к убийству физикоядерщика Мансена Фахризаде причастен Израиль. Западные разведки сообщают, что Фахризаде был связан с иранской ядерной программой и в частности работал в рамках проекта 111, проекта по созданию ядерной бомбы. Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем сайте видео, где военнослужащие водружают флаг страны в Лачинском районе, оккупированном Арменией в 1992 году. Передача района реализована в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанным лидером Азербайджана, России, Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ с историческим событием. «Мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату. Три наших района – Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шахида». Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан с освобождением Лачинского района. «Братский Азербайджан после большой победы в Карабахе продолжает возвращать свои земли. Героическая азербайджанская армия после Агдама и Кельбаджара теперь и в Лачине». Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. На данный момент азербайджанские военные занимаются разминированием освобожденных территорий. Беженцы возвращаются в свои дома. В ближайшее время в Карабахе начнёт функционировать российско-турецкий центр мониторинга. Россия и Турция подписали соответствующее соглашение. И по традиции рубрика «Без комментариев». Имам московской мечети Асхат Хазрат попросил здоровья и благополучия для уммы России и мира, совершая тавав. Как видите, народа вообще нет. В то время, когда Аллах давал возможность сюда приезжать, может быть, не так мы ценили это. Сейчас, альхамдуллах, когда нет возможности сюда приехать и заехать, зайти, посетить Каабу, мы ещё больше начинаем это ценить. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он принял от нас наше поклонение, чтобы Аллах был доволен нами. Всеми мусульман России, всех мусульман России, всех мусульман мира, чтобы Аллах дал баракат. Защитил, иншаллах, от всех болезней, которые сейчас, коронавирус и другие болезни, чтобы Аллах дал благодать и стойкости на его пути. Самое, что большое может попросить Раб Аллаха от Всевышнего Аллаха, это стойкость на его религии. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам.